Тем временем в самой Сирии вовсю идет процесс примирения враждующих сторон. Например, в провинции Хама почти 40 населенных пунктов уже присоединились к режиму прекращения огня. Еще 10 обращений поступило только за последнюю неделю. Затем, как работают переговорщики, наблюдает наш корреспондент Дмитрий Зайцев. За одним столом те, кто еще вчера был по разные стороны фронта. Четыре шейха десяти в сел провинции Хама подписывают соглашение о перемирии с сирийским правительством. Более 70 тысяч жителей некогда мятежных территорий признали своим президентом Башара Асада. Нам пора объединяться. Только так мы справимся с боевиками, которые пытаются уничтожить нашу страну. Только так мы сможем вернуться к миру. В качестве арбитров в этом переговорном процессе выступают российские военные. Представители группы примирения враждующих сторон в провинции Хама убеждают лидеров местных общин встать под знамена Сирийской республики. Некогда незаконные вооруженные формирования постепенно вольются в подразделения регулярно республиканской армии. После проведенного большого схода на прошлой неделе в столице провинции Хама население и руководители заметно активизировались. И вот буквально за эту неделю около десяти обращений поступило. Причем поступают, минуя местные власти, напрямую в нашу группу примирения. Наконец-то это все закончилось. Теперь наши мужья и сыновья перестанут убивать друг друга. Молю Всевышнего, скорее бы наступил мир во всей Сирии. С сегодняшнего дня в этот населенный пункт Эльбет пришло официальное перемирие. Соглашение подписано, а значит больше никаких перестрелок. Как мы видим, здесь собралось очень много людей. Это все жители трех окрестных деревень. Они здесь для того, чтобы получить сегодня российскую гуманитарную помощь. В каждом пакете недельный запас еды. Здесь крупа, консервы. Скажите, что еще входит в этот пакет? Две консервы мясные, чай 100 грамм. Два сахара килограмма. Два килограмма риса. Этот гуманитарный груз из России для жителей провинции Хама очень важен. В прифронтовых районах постоянные перебои с поставками продуктов питания. Я почти отчаялась, потому что уже нечем кормить дочку. Еды дома не осталось. Хорошо, что нам помогают россияне. Спасибо вам. Привезенные на двух грузовиках российскими военными 10 тонн сухпайков местные жители разбирают всего за полчаса. Люди стараются попасть еще и на медобследование. Ведь во многих селах, больницы и поликлиники полностью разрушены. Здесь же развернутый мобильный госпиталь. Российские врачи оказывают помощь всем пришедшим. Скажите, пожалуйста, с какими просьбами обращаются, с какими проблемами? Среди контингентка много стариков, детей. Соответственно, старые люди. Большинство хронические забавляют. То есть гипертония, астма. На сегодняшний день нет войне, заявили в 38 населенных пунктах провинции Хама. На очереди десятки желающих вернуться к мирной жизни и в других уголках Сирии. Дмитрий Зайцев, Вячеслав Архипов, Игорь Львов и Алексей Бахвалов. Первый канал. Сирия.